Древние гигантские беспозвоночные продолжают вылазить из самых глубоких недр земли и сражаться с обычными млекопитающими и динозаврами в игре, которая называется Animal Revolved Battle Simulator. Ну а меня зовут Перпетом или же Александр. Всем доброго времени суток, уважаемые друзья. И если вам понравится этот ролик, вы всегда можете поддержать меня с помощью лайков. Итак, сегодня мы увидим троих новых ребят. Это Саблезубый паук, Гигантский жук и Император Скорпион. Начнем мы, пожалуй, с Саблезубого паука. Поставил я против него слона, потому что стоимость у них примерно одинаковая. Паук стоит 55, слон стоит 60. Что ж, посмотрим, что будет делать этот паук. На самом деле он выглядит ну супер мерзко. Ненавижу пауков. Есть, правда, один маленький паук, пушистый такой, миленький. Но это не он. Это явно не он. Ладно, слоняра, посмотрим, сможешь ли ты что-то сделать пауку. О, что-то мне кажется. Как-то жестко он... Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Это было довольно красиво и... Стоп. А что, слон? А что со слоном-то? Прикольно. Посмотрите, а что со слоном-то случилось? Он покрылся какими-то... Какими-то нарывами. Видимо, паук умеет отравлять. Вот в чем его фишка. Такс. А если попробовать еще раз? Мне кажется, пауку просто в этот раз не повезло. Да, он вцепился, слона отравил. Но дальше слон начинает его люто бодать. Если бы паук держался в носу и просто вцепился бы в лоб, я не знаю, во что угодно. Ай, перевернулся. Ну, минус паук, походу. А нет, пока не минус. Короче, если бы он вцепился своими зубами, то вот так вот, да, слон бы ничего не смог сделать. Но, тем не менее, и слон тоже погиб. Короче, один-один. Да уж, покрылся реально жестко волдырями. Что ж, мне нравится этот паук. А если взять пауков несколько, и, например, столкнуть их с тираннозавром, они его отравят, может быть, даже тройным ядом. Было бы интересно. Блин, местоположение динозавров изменилось. Теперь это называются книжные динозавры. Почему книжные? А если это хищники, почему книжные? Эээ, ладно. Как это связано, я не понимаю, но окей. Тираннозавр против трёх длинных пауков. Они сразу цепляются в него. Посмотрите, как глубоко входят эти клыки. Прям-таки в мозг. Да, Терекс люто заражён. Яда в три раза больше, и он просто погибает им мгновенно. Блин, эти пауки реально жесткочайшие. Такс, а если убрать одного паука, то совсем уж как-то нечестно получается. Эх, он пытается цапнуть, не получается. Не получается цапнуть даже одного паука. Блин, ладно, только один укусил. Заражение у Терекса... Чё он летает, непонятно. Заражение у Терекса вроде бы и пошло, но оно пока не сильное. Если цапнет и второй паук, то оно может стать сильнее. Давай-давай-давай, впусти в яд. Прямо в мозг ему, отлично, опять. Чёрт возьми. Ну, Терекс победил, блин. Да. Яда было недостаточно. Ой, достаточно. Просто второй паук гораздо позже цапнул Терекса, поэтому такая вот ситуация. Но окей, давайте перейдём к другим. Древним беспозвоночным. Где же они гигантские? Вот они. Гигантский жук. Стоит он 60. И у него не будет явно яда. Всё, что у него есть, это вот такие большие кусачки, да? Вряд ли он сможет что-то сделать Терексу. Единственный шанс, это его хитиновая броня. И, может быть, Терекс не сможет её просто прокусить. И в этом будет его фишка. Не знаю. О, не, в жопку, в жопку, в жопку, в жопку. Всё выпустил из бедного жука. Но жук тоже не отстаёт. Ай, не, всё, разорвали жука. Он слишком бесполезен против Терекса. Уж точно, к сожалению. Ну, давайте возьмём кого-то равноправного, да? Паука, например, того же. Я прям почему-то уверен, что паук победит. Хотя, опять же, хитин может защитить. А, нет, прям в мозг. Ха-ха-ха-ха. Как же он любит пускать. Ой, это всё, это мгновенно. Нахрена этот жук такой слабый? Паук стоит дешевле, а жук вообще никакой. Окей, а если взять... Ну, я не знаю, слона. Опять же, такая стоимость равносильная. Посмотрим. Так, с командой 1 нам нужна команда 2. Так, убираем. Может, слона хотя бы он сможет победить? Но я тоже чё-то в этом сильно на самом деле сомневаюсь. Хобот вроде бы вцепился, но это совсем не то. Но и слон при этом не дымажит. Я слышу какие-то странные звуки. Это жук издаёт их. Если бы он своими вот этими кусачками мог отгрызать конечности, тогда было бы прикольно. Но тут ситуация... Да. Ну, пытается жук, но жука всё-таки забодали. Да. Ни к чему это не привело. Ну, окей, кого ещё можно поставить? Ну, давайте медведя. Ну, медведь-то явно, наверное, проиграет. Он всё-таки в разы меньше. Он сразу схватит его в клещи в свои. И медведь толком ничего не успеет сделать. Да. Вот так. Даже цапнуть не сможет. Хотел ещё попробовать с людьми его поставить, но... Не знаю, есть ли в этом смысл. Но медведь тоже кусает жука. Если медведь сейчас победит, то это будет просто шок-контент. А вполне может быть. А нет, не победил всё же. Не победил, не победил. Ладно, давайте с людьми поставим. Людей-то он точно должен щёлкать, как орешки. Например, сердит их Джо. Штуки три. Больше не имеет смысла, они забьют этого паука. Хе-хе-хе, вот так, да. Э-э-э, чё это за запрещённый приём был? Нахрена он крутился-то? Раньше он ничего подобного не делал. Может, в этом его фишка? В кручении, да. Я слышал, словно звук ножниц. Чк, да, вот. Он хватает свою жертву, потом кусачки смыкаются, и всё. Приходит победа. Давайте больше сердитых Джо. Хе-хе. Шесть сердитых Джо. То, что нужно. Понеслась. Ну, результат, мне кажется, предсказуем. Я ставлю на сердитых Джо. Они настолько сердитые, что даже... Хотя, не, вон он. Чик. Щёлк-щёлк, да. Не могут они ничего сделать. Он крутится, из-за этого их расталкивает. И это его фишка. С людьми он справляется действительно на ура. Угу. Очень жёстко. Хотя, этот сердитый Джо, смотрите-ка, какой изворотливый. Но его тоже поймали и... Сдавили. Хорошо, хочу поставить тогда, я не знаю, арчи лучников. На 60. Это почти 10 штук. Но на 63. Давайте посмотрим. А, нет. Тут он проиграет, Джо, да. Уже умер. Слишком люто наваливают. А если сделать меньше? Это на сколько? На 42. Тоже, мне кажется, шансов немного у Жука. Первый залп. Второй залп. Сейчас будет третий залп. Пока он будет их догонять, его просто расстреляют. К тому же, лучники вообще без промаха валят. Жук смог только одного завалить. Ну, несерьёзно. Ну, а теперь давайте переходить, друзья, к вишенке на нашем торте. Это будет Император Скорпион. Стоит он 92. И что-то мне подсказывает, что он действительно будет силён. Скорее всего, тоже будет использовать яд. Будет впрыскивать его с помощью своего жала. Клешнями вряд ли будет орудовать. А вот жала наверняка будет идти в ход. Чик-чик-чик-чик-чик. Ну, посмотрим. Сперва сомли зубы паук. Я думаю, это будет честное сравнение. Но у паука тоже шансы неплохие. Он слишком жёстко впивается в мозг. Поэтому тут сказать наверняка очень сложно. Поехали. А, посмотрите-ка. Скорпион-то увернулся и херачит. Просто жалом люто. Чик-чик-чик. Да. Тоже пускает яд. Посмотрите на бедного паука. Он весь покрылся зеленью. Ну, справедливо. Справедливо. Скорпион побеждает. Справедливо. Но сможет ли он что-то сделать здесь? В жизни маленький мини-скорпион может убить на смерть человека после одного цапка. Да? Ужалил. Всё. Это может плохо закончиться. А тут прямо скорпион по отношению к Терексу как собака небольшая по отношению к человеку. То есть можно представить, сколько там будет яда. И по идее это очень жёстко. Поглядим. Чик сразу в голову. Скорпиона отбрасывает. Но Скорпион ещё жив. Опять в голову. Я не вижу, чтобы Рекс покрывался каким-то ядом. Они начинают покрываться просто из-за раскраски и плохо видно из-за расцветки. Похоже, Скорпион всё-таки будет растерзан. Но и Рексу приходится не сладко. Вон он покрылся волдырями. Чёрт. Честно говоря, я думал победит Скорпион. Но чё-то Рекс в этот раз как-то совсем уж отчаянно бился. Посмотрю, умрёт он или нет. Добьёт его яд. Или нет? Да нет. Чё-то как-то... Хочу ещё один тест. Скорпион, чё ты делаешь? Но два Скорпиона точно Рекса победят. Я уверен в этом. Вот сейчас он выбрал правильную позицию. Рекс практически не может его цапнуть. Да. Видите? Чик он просто жалит и жалит. Больше и больше яда в голову. Уже Рекс начинает покрываться. Но Скорпион тоже попался. Да нет. Посмотрите на бедного Рексика. Рексик. 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 Что же с тобой, Рексик? Ты погиб. Вот такие, друзья, дела. Раз на раз, видимо, не приходится. Скорпион действительно лютый. Но окей. С кем ещё можно его сравнить? Но с людьми. По размеру, конечно, они будут супер. Да. Это гигантский Скорпион. Ах. Не та команда. Команда 2. Восемь сердитых Джо. Чик. Чик. Ну, он, конечно, с одного удара вроде... А нет, смотрите, сейчас происходит Джо. Короче, с одного удара он не убивает, но отравляет. И со временем человек в любом случае погибает. И все гигантские без позв... Ой-ой-ой, посмотрите на него. Аааа, чувак. Прямо тебе я чувствую, как неприятно от этих волдырей. Жёстко как-то. У него даже глаза не закрылись. Да уж, Скорпион действительно серьёзная угроза для любого живого существа. И... Наверное, он один из самых мощных ребят сейчас, да? Получается так, если он Терекса может победить в одиночку. Окей. А что если... А что если... Сразиться с... Зелёная анаконда? Стоп. Мне нужны древние рептилии. Вот. Титанобуа. Тоже очень сильная зараза. Тут точно и не скажешь. Ну за свои-то деньги он прям реально очень жёсткий Скорпион. За 90 я никого такого же жёсткого припомнить не могу. Вцепился в Титанобу. Не она в него вцепилась. Чего? Так быстро, Титаноба. Ну ладно. Да уж. С Титанобой так просто не сразиться. Один цап. Я думал, это Скорпион её цапнул. Но он тоже успел впрыснуть яд. И ещё раз. И ещё раз. И Титаноба не может вцепиться. Он раз за разом впрыскивает и впрыскивает. А нет, вцепилась прямо-таки в голову ему. И тут, короче, Скорпион проигрывает. Но Титанобе тоже досталось не сладко. И она, в общем-то, отъехала. Ну, окей. А если Махимозавра Рекса? Что-то он мне не сильно нравится. Довольно унылый чувак. Он не прыгает, не скачет. Просто кусается. Поэтому я даже не знаю. Скорпион ещё и клещнями орудует. Не обращал внимания до этого момента. А он реально вцепился сначала клещнями. А потом уже начал тыкать жёстко этого крокодилуса Рекса. Порвали, порвали, порвали. Блин, чё-то как-то, Скорпиончик, ты меня огорчаешь. Ладно. Возьму тогда два саблезубых паука. Отомщу. Отомщу за Скорпиона. Поехали. Они-то должны победить по-любасу. О, о, о. Как его шмотать начинает из стороны в сторону. Беднягу. Да? Победили. Они победили. Хорошо. Паучки пока прям вау-вау-вау. А если найти Титанобу и фигануть Титанобу? Смогут ли они вдвоём зафигачить Титанобу? О, вот тут я не знаю, не уверен. Давайте, ребятки. Ну, одного цапнули. Второй, может быть, успеет цапнуть. Эй, чё ты делаешь? Ты ж раньше всегда красиво нападал. Не, ну тут пауки вообще расслабились. Они вообще даже... Что они творят? Да не, это не честная битва была. Титаноба... Мы победили. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Яд добил. Я уж думал, это всё, конец. Но яд добил. Прикольно. Это прикольно. Так, ну и с кем ещё можно столкнуть? Я даже и не знаю. Давайте лезвие червя. Ха-ха-ха. Посмотрим, смогут ли гигантские пьявки чё-то сделать. Смотрите, он втыкает свои кусачки прямо в центр, внутрь, да, гигантской пьявки. Хадин жив. А пьявка не может укусить его. Давай. Ещё минус пьявка будет сейчас. Она отравлена по-любому. Она думала скушать его голову, а в итоге сама всосала весь яд в себя. Это странно. Хотя нет, он не атакует. Он, походу, отъехал. Они просто грызут. Да. Блин. Пьявки победили. Отстой. Ну, на этом, друзья, в общем-то, мы пока с вами остановимся. Мне нравятся древние беспозвоночные. Особенно классные пауки. Они мощные. Хотя я терпеть не могу пауков, но тут они классные. Если вам понравилось, замечательно. До новых встреч. Удачи. Пока. Продолжение следует. Продолжение следует...